Новости Забайкальского края Китая и Монголии в эфире ТВ Кома. В ближайшие 15 минут я, Батар Ламбаев, расскажу о том, что волнует наших соседей. Здравствуйте! И вначале краткий анонс тем выпуска. Глава Забайкалья лично посетил многодетную семью, история которой растрогала его до слез. Золотые годы! Китай работает над программой по уходу за пожилыми людьми. Глава региона Александр Осипов лично посетил многодетную семью Ольги Сережиной, которая проживает в аварийном доме по улице Молодежная, 25. Напомню, многодетная мать со своими проблемами обратилась к РИО губернатора края во время прямого разговора. Почему ее история растрогала Александра Осипова до слез, расскажем далее. Именно в этом аварийном доме в железнодорожном районе проживает многодетная семья Ольги Сережиной. Обращение к главе региона во время прямого разговора настолько растрогала Александра Осипова, что временно исполняющий обязанности губернатора края едва сдержал слезы. После прямого эфира признается женщина, интерес к ее семье резко возрос. Вот и сегодня здесь все, кто так или иначе могут помочь. Городские и краевые власти, глава региона и даже министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Главная проблема Ольги Сережиной – отсутствие своего жилья. Эту квартиру по договору социального найма она снимает с 2014 года. Однако прописана она и дети в другом месте, в селе Дом на Ключи. Именно там жил ее первый муж. Прописаться на новом месте женщина не может. По ее словам, мешает тот факт, что дом с 2013 года признан аварийным. До вас заходил ко мне глава администрации железнодорожного района. Он мне так и сказал, в 2024 году будет расселяться вот этот барак, как аварийный. Ты останешься на улице, потому что у тебя нет прописки. Я ему говорю, я по своей прописке обратиться не могу по истечению срока, как с 2000 года я там не проживаю. Я ваша, по суду, по решению суда я ваша, в важном дорожном районе. Здесь вы меня прописать не можете, потому что дом аварийный. Мне что делать? Мне куда податься с детьми? Ну и, конечно, условия, в которых живет семья, оставляют желать лучшего. Особенно трудно приходится младшей дочери Ольги и Ксюши. В пять месяцев девочка перенесла менингит. Скоро ей будет четыре года. Она до сих пор не ходит, не разговаривает, принимает только жидкую пищу. На фоне болезни развелась эпилепсия. Наши удобства – это только центральное отопление. Воды у нас нет, у нас вода привозная с колонки. Ребенок на инвалидности, сами понимаете, нуждается в водных процедурах. У нас эпилепсия, у нас нужны для расслабления, для тела. Остальные жители дома также страдают от тех условий, в которых им приходится жить. В основном здесь проживают многодетные матери и инвалиды. Дом давно уже ветхий, давно аварийный. Проживать в таких условиях невозможно. То есть все летит, полы холодные, крыша текет постоянно. То есть крыша текет, сейчас даже снег начнет таять, у нас будет вода. И если все остальные жители этого дома могут хотя бы рассчитывать на программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, только Сережина и семь ее детей рискуют со временем остаться на улице. Ситуация такая, что вся проблема, согласно российского законодательства, регистрация находится в Чеченском районе. По законодательству я не могу здесь поставить на очередь. В этом населенном пункте, в другом населенном пункте, перебрасывать человека и говорить, что он ошибочно встал, тут вычеркивать, там вписывать. Надо по существу разбираться. Вы тогда берите, если нужен кто-то, кто еще там из министров, в чьи это полномочия, я думаю, что ваши. И разбирайтесь так, где, в каком районе, каким образом решать эту проблему. Человек живет сегодня здесь. Александр Осипов поручил подчиненным решить проблемы семьи. В частности, руководителя Минсоцзащиты края обязал обеспечить женщину и ее детей медицинской и социальной поддержкой. А сети-менеджера Читы Олега Кузнецова, глава региона попросил заняться ремонтом жилья. Максим Топилин также пообещал выяснить, все ли необходимое лечение получает Ксюша. Светлана Тулунова, Сергей Миртов, середина земли, Забайкальский край. Вместо цветущих зерновых – зловонные свалки. Только в прошлом году на территории Забайкалья было выявлено 90 гектаров земель сельхозназначения буквально заваленных мусором. Наиболее распространенным нарушением при проверке является размещение на землях сельскохозяйственного назначения отходов производства и потребления, то есть свалки. Вследствие этого происходит их деградация, и они не могут быть далее использованы для нужд сельского хозяйства. В августе 2018 года в адрес управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю поступило обращение от жителей городского поселения Новокручиненское о стихийной свалке вблизи городского поселения. Управление Россельхознадзора провело внеплановую выездную проверку, в ходе которой факты, изложенные в обращении, подтвердились. При проведении проверки были отобраны образцы почвенных проб, которые также подтвердили наличие превышения в почве цинка, бензопирена, мышьяка. За данное нарушение администрация городского поселения привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Также выдано предписание об устранении нарушения на площади около 4 гектаров. За выявленное нарушение в виде загрязнения земельного участка ответственности несет администрация городского поселения Новокручиненское. Уборкой мусора в поселении Новокручиненское занималась муниципальная компания. Она обанкротилась. И с августа 2018 года администрация вынуждена самостоятельно осуществлять вывоз бытовых отходов, так как пока нет компании, которая бы согласилась на такой объем работ. Сборы от населения за вывоз мусора очень малы. Этих средств недостаточно. По словам Веры Шубиной, свалку начнут убирать примерно через месяц. Определенный объем работ составлен из сметы. Конечно, захоронение мусора – это не переработка. Это не решает проблемы. Если бы был какой-то цех перерабатывающий или хотя бы мусоросжигающий, тогда бы, конечно, проблем было меньше. Три миллиона бывшего употребления цех, вот такой, еще и плюс транспортировка, его установка и обслуживание, подключение к электросетям – это просто для нас очень проблематично. У нас таких поселений денег просто нет. В Маковеевском несколько другая ситуация. Тот участок, на котором располагается свалка, не находится в собственности села. Это означает, что ответственность за данный участок несет администрация Читинского района. В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении администрации сельского поселения Маковеевска установлен факт захламления земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления на площади около 6 гектаров. К сожалению, в связи с изменениями законодательства, ответственность сельские поселения за захламление земель сельскохозяйственного назначения не несут. Свалка разрослась за пределы установленных Россельхозназором границ. Глава администрации села Маковейска рассказывает, что жители, у которых нет транспорта, не могут самостоятельно вывозить мусор на свалку, а контейнеров в селе нет. Ведь некому следить за их заполнением. Вот этот 136-й федеральный закон усугубил жизнь на селе. Полномочия забрали, глава сидит, народ, кто, чьи эти полномочия, он идет сюда, мне машину надо, у меня воды нет, там водокачка сломалась. Буквально неделю назад приехал работник администрации района, замерили всю эту свалку. После того, я через два дня приехала, они сказали, что сделали смету на 426 тысяч на гуртовку этой свалки, но денег как не было, так и нет. Сегодня, завтра лежит снег, а послезавтра мы будет солнцем, опять загорим, и свалка загорит. Основной причиной увеличения площадей свалок явилось вступление с 1 января 2016 года в законную силу изменений федеральный закон об отходах производства и потребления. Свалки, за которые раньше отвечали администрации сельских поселений, теперь стали бесхозными и, разрастаясь, переходят на прилегающие земельные участки других категорий, в том числе на земли сельскохозяйственного назначения. В 2018 году выявлено 7 таких участков. Анна Гладышева, Андрей Шаронов, Середина земли, Забайкальский край. Коротко о заметных событиях Сибири и Дальнего Востока далее. Редактор субтитров А.Семкин И к международному блоку новостей. В Китае на 5% увеличат пенсии. Уже 15-й год подряд правительство КНР повышает пенсии для своих граждан. Ожидается, что в 2019 году денежные выплаты повысят свыше 118 миллионам пенсионеров. Подробнее о том, как Китай заботится о своих престарелых, узнаем в следующем сюжете. Профессиональный хореограф Гао Цзипин и ее пожилые, но энергичные ученики. Такие танцевальные вечера регулярно проходят в пекинском общественном центре. Танцы делают жизнь моих учеников более яркой, мне это нравится. А прямо за углом Ван Хэнби отрабатывает мастерство каллиграфии. Занятия в этом классе стали важной частью его жизни. А в соседнем зале другая группа пенсионеров репетирует арии из древней пекинской оперы. И это лишь малая часть мероприятий, которые предлагают пожилым гражданам Китая в десятках общественных центров по всему городу. Сегодня пожилое население Китая оценивается примерно в 200 миллионов человек. И по прогнозам к 2050 году это число возрастет на 20, а то и 35 процентов. И правительство Китая уже сейчас старается обеспечить всех пристроенных людей качественным досугом. Чтобы никто не чувствовал себя одиноким, создаются развлекательные центры, парки и даже специальные университетские курсы. Правительство КНР также разрабатывает программу и по оказанию пожилым гражданам достойных медицинских услуг. У нас многоуровневая система оказания помощи. С большинством заболеваний мы можем справиться сами. Но если поступает пациент с серьезными осложнениями, мы отправляем его в больницу более высокого уровня. Клиника доктора Чена расположена в старом жилом районе. Сегодня ему необходимы дополнительные сотрудники. Ведь число пенсионеров, которые приходят в больницу, растет с каждым днем. Большинство из них имеют необходимую страховку, которая покрывает их медицинские расходы. 90% пожилых пациентов приходят сюда с медицинской страховкой. И в нашей клинике до 90% всех их расходов может быть покрыто этой страховкой. Правительство КНР планирует в ближайшем будущем существенно облегчить инвестирование в сферу услуг по уходу за престарелыми. Ведь все больше и больше молодых китайцев предпочитают переезжать из родного дома. А из-за этого стремительно растет число одиноких пожилых людей. Сергей Станчик, CGTN. Сегодня в Монголии начался официальный визит премьер-министра Республики Кореи Линна Йона. Он приехал в степную страну по приглашению своего монгольского коллеги. Во время визита стороны обменяются мнениями по широкому спектру вопросов, в том числе по углубленному развитию двухсторонних отношений в политической, оборонной, торговой, инвестиционной, экономической, дорожно-транспортной, энергетической, образовательной, культурной областях и сфере окружающей среды. А также интересующим участников встреч международным и региональным вопросом, сообщает портал Монголия сейчас. И на этом на сегодня все. Не забывайте включать ТВ-ком каждый будний день в 20 часов 10 минут. Мы рассказываем самые актуальные новости соседних регионов и стран. В студии работал Батар Ламбаев. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова